На улице плюс 18, а на стадионе в Горках вовсю идет хоккейная тренировка на льду. Весь секрет в специальном покрытии, которое на несколько дней приехало в райцентр из Москвы. Сделан синтетический лед из полимерных материалов. Его температурный режим, скажем, от плюс 100 до минус 100. То есть скольжение максимально приближенное ко льду. То есть немножко притупленное, да не такое, как на льду, но максимально приближенное. То есть это позволяет детям заниматься в то время, когда ледовые дворцы, скажем так, не функционируют, их размораживают на какое-то там техническое обслуживание. И можно проводить тренировочные процессы. В данный момент проводятся турниры у нас в ледом, и лед для наших детей занят. Поэтому для нас очень хорошая тема, что есть возможность потренироваться и потянуться к турниру, так сказать. Экономический эффект очевиден. Расходы на дорогое холодильное оборудование и эксплуатацию отпадают сами собой. Все, что нужно, это подмести каток после тренировки и сделать влажную уборку. На искусственном льде необычного, то, что он разложен прямо на жаре, на асфальте. И то, что он пластмассовый. Чтобы кататься по синтетическому льду, специальные коньки не нужны. Единственный нюанс – их надо чаще точить. На таком покрытии новички смогут быстрее научиться кататься, а профессионалы, ну или будущие профессионалы, как в нашем случае, могут отрабатывать все приемы игры. Дриблинг – это у нас бросковая зона, где ворота стоят. Там дети у нас более индивидуально, скажем, занимаются, учатся удерживать шайбу. Упражнения делаем. Ну, а что еще? Ну, нам шайбы бросают. То есть он быстрее? На нем как бы замедляющий и быстрее начинающий кататься. Ну, а какие броски вот в этой зоне ты отрабатываешь? Шелкать вверху. Сделать синтетический каток можно практически на любой поверхности – в кафе, торговых центрах и даже на пляже. Вот это данные панели, панели ПРО, они метр на два. Собираются они, как стыки папа-мама, и в них забиваются вот такие вот заглушки. То есть они идут по спирали, забиваются довольно легко, буквально одним-двумя ударами. Швы, которые вот в данный момент здесь вот имеются, да, то есть они при скольжении конька вообще никак не влияют. Также и при торможении. Пока Федерация Хоккея не дает официального разрешения на проведение профессиональных матчей на синтетическом покрытии. Но и игроки, и тренеры возлагают на него большие надежды. И, возможно, в ближайшем будущем мы станем свидетелями первых хоккейных турниров на льду, который не тает. КОНЕЦ